У меня пенсия. Мне там в городе делать нечего. Без собаки даже вообще ничего бы не было. Вообще ничего бы не было. Абсолютно. Меня фирма надула в свое время, так они ничего. Со слепу делаешь все очень медленно. Но другого не дано. Либо медленно, либо вообще никак. Старый дом разваливаться начал. Работы нету в Рязани. Ну, в смысле, на нашем предприятии, на Слепецком. Поэтому там делать нечего. Если сейчас, то собаке нравится здесь. А это мои глаза. Если я чего-то вот сломал, у меня, ну, сверло, грубо говоря, сломал там, да, болт уронил, я его найти не могу. Все там, а мне там на этой... Я в электричку в Рязань поехал. А раньше было, мам, отведи. Потом звоню, если связь есть. Мам, стреть. А мать уже совсем старая. Сейчас уже... Я в любую погоду езжу. Тут даже не только мать. Тут любые зрячие. Как ты ходишь по темноте, по сырости, по грязи. Ну, а я с собакой без проблем. То есть передвижение там... Даже в городе вот стоишь около магазина, да, вот такой где-нибудь... Где здесь магазин? Он прямо на руку смотрит, там, да, вот так вот. Ну, кто... Если вот я его слышал, кто-то там идет, каблучками что-то там стучит или что-то такое, да, так шумнул. Где здесь? Где-то магазин. Вон. А все. И он раз уже подводит и... А то бывает так. Около стоишь. Ну, где-то здесь дверь. А где она? Вот. Может, два метра от меня, может, двадцать метров. Кто ее знает. Ну, то есть собака вообще-то незаменима. Это такой... Какого-то первый раз, кто-то... Он тепероногий навигатор. Поэтому... Без собаки даже вообще ничего бы не было. Вообще ничего бы не было. Абсолютно. Нету работы, и в городе делать нечего. И скучно там. Ну, была работа, но сейчас в основном все живут из-за чего в городе. Потому что там работ есть, деревни нету. У меня пенсия. Мне там в городе делать нечего. А тут и воздух... Ну, экология-то оставная. Если мне надо шесть метров доска, мне ее надо втащить в калитку, да, вот я ее, да, всем тащу, да, три метра сегодня, чтобы сам свой забор не поломать, я с одной стороны магнитолу ставлю, с другой там еще чего-то такое, да, вот так вот. У меня слева-справа около каждого столба калитки, и я уже без проблем вот так вот на плечо ее там, да, вписываюсь в свою калитку, в свою собственную. Если, допустим, я бывает, ну, так сосед мне, а бывает самому косить приходится, да, да, вот я вот помахал, помахал, там налетел косойный, хоть там на какую-нибудь там фуфайка бывает, на камень там, на чоку он. Заглушил дальше, откуда я шел, куда я, где я тут, все, звуков нету, тишина. Я буду в своем этом, потеряюсь. А я заглушил, вот она, музыка рядом, значит, ага, здесь магнитофон, значит, здесь диван, но у тебя так, так и на улице музыка, ну, там, значит, мой дом примерно, ну, вот, это маячки звуковые, в общем-то, поэтому я никакой аппаратурой не брезгиваю. Бывают, ну, те же магнитофоны, да, вот они у меня, вот один стоит, вот другой, один разбиваю, ну, отдают люди, да, на помойку, или возьмешь, возьму. Уровень увидеть там, да, или как цвет провода, ну, вот, розетки-то они сейчас, там, надо и земля, допустим, это, да, вот, ну, в общем, от розетки до розетки, от этой вот, ну, если что, уранье поднять. Бывает вот так вот, на крыше сидишь, там, тут же вот труба, она растяжка, она там, да, вот, шуруп раз, и съехал с крыши, ну, если я вот что там, пока слез, буду раз, я найду, вот так, да, поэтому такая помощь была от нее. Я потихонечку, как этот вот мультфильм был, тюрьмы-то работают медленно, но верно, так и у меня. Я еле-еле, ну, медленно, но сам. Циркулярка, этот, бензопила, потом фуганок, шуруповерт, дрель, если когда вот, вот там угольники у меня, где доски, ну, я не знаю, я боюсь, сейчас, если пойду, я вам ничего не собью, метр железный и с точками, вот и все. Вот оно, тут, потом, где 5 сантиметров, вот оно, две точки, дальше вот опять эти, тоже, да, вот так вот, 10, вот опять, вот они. Ничего особенного, нет, просто точки и все. Надо, значит, пошел, взял, включил, что я тут на этом. У нас было в свое время, ну, тогда еще не было такого, когда, у нас был хороший учитель труда в интернате, очень хороший, помимо того, что руки золотые, еще он объяснял хорошо. И оттуда все и пошло. Все фантазии, наверное, я так думаю. Вот она, доска, не обрезная, вот она, вот все, вот я ее кладу. Зрячие делают, там, линейкой, чем, да, вот, карандашом, отчеркнул, да, и смотрят, ведет. Но я не вижу уже эту черту, правильно? Приходится все делать медленно, вот, сейчас я ее снизу закреплю шуруповертом, вот, чтобы она не это, вот, схватилась, и тут, вот. Вот почему и получается, сослепу делаешь все очень медленно, но другого не дано. Либо медленно, либо вообще никак, а нанимать денег нету. На материал как-нибудь я куплю, да, а делаю сам. И вот я уже, вот по этой доске, она уже ровная, как говорится, вот так вот, она у меня вместо обра этого, оборозе с тобой. Огрызок в печку пойдет на разжижку, а это сейчас я ее опять все. Вот так вот я и делал из, вот из таких досок, ну, получается, вот, это на лицо пойдет, а тут не видно, пускай будет обзольчик какой. Наверное, или с 10-го, или с 11-го года. Ну, тогда я хотел сделать просто верандочку летнюю. Если бы дом тот стоял, ну, как это было, мне было бы счастье, несчастье помогло, да, если бы тот дом стоял, мне бы в голову не пришло, а тут начал здесь веранду, хотел сделать просто вот так, вот так вот, как он назвал, бунгал, балаган, я не знаю, тут как, ну, летний вариант просто-напросто, вот так вот. А тот дом начал рушить уже в сентябре, холодновато, в октябре еще холоднее, да, вот так вот, ну, а тут собака появилась, потом и все, а его вообще и отсюда проблемы, ехать в Рязань, нравится ему тут, поэтому, ну, тот дом развалился, а жить-то надо где-то. Рамы с помойки подбирал деревянные, это самое, получилось очень низко, пришлось потом пластиковые окна заказывать. У меня фирма надула, в свое время, так они ничего, ну, другая фирма помогла, там, вот, будут деньги, если отсудишь, отдашь, не отсудишь, не отдавай, вот так вот получилось, ну, так я ничего не отсудил. велели заплатить сто процентов, конкретно, двадцать пять тысяч, и они там, как бы сказать-то, умышленно сам ликвидировались. Ну, я тогда пришел, сказали, только сто процентов, а это мы тебе привезем, мы тебе, я говорю, вы в мой дом не поставите это самое, мне только привезите, привезем, ну, только сто процентов заплати, ну, потом все, развалилась эта фирма. Связывались там, в Волгодонске, вот, там они все это дело оставили без комментариев, их не судили, ну, по всей информации, он сидит там, кому-то, он что-то возместил, больше у него денег нету. Он услышал по телевидению, что вот, бедного слепого надули, а я как раз, это самое, мне потом пришел так, ну, и они, знаем-знаем, слышали о тебе, и вот, говорит, не граммофон, а то все потянутся потом. Стандартная доска на пилораме 6 метров. Кто бы мне очень много говорили, зачем такой большой, а если я отрежу, вот, да, купил, вот, 6 метров доска и отрежу, что я буду 2 метра делать, вот, если сделать 4 на 4? Поэтому пришлось сделать 6 на 6. Ну, и так как он каркасный, когда я только вот каркас слепил, да, вот, лестницу ставишь, он у меня покачивался. Ну, я для жесткости, вот, как вот бывает, кузов цельно-металлический, без рамы, да, вот на легковых машинах, но у меня тоже, я решил, цельно-деревянный, пришлось калетушке поставить, ну, это что, только каркас, мне потом сказали, говорят, если бы ты обшил, он бы не качался, а то так вот, лестницу ставишь, и она вот эта вот стена у меня, вот эта вот перегородка, она прямо туда в конек упирается, вот тут 4 столба, она прямо туда, то есть у кузов цельный, корпус цельно-деревянный. Вообще я ничего толком не планировал, чтобы вот такое что-то рассчитывать, и раз этот, исходя из такого материала, какой был, и чем мог. Как говорится, хотел вообще сделать летний вариант, и все, а потом дом начал сыпаться. Там уже зимой стал быть, думал, сначала вроде для лета, потом под осень, а потом уже вот две зимы мы оттуда прожила. А теперь вот и батареи пришлось ставить, потому что, как они есть, железную печку топишь, жарко, остыло, и все, и холодно, за батареями все-таки ловчей. Мне когда начинало только вот по углам, чтобы были ровные столбы дубовые, я их копал, и сосед мне их уравнял, четыре столба. И я поставил периметр, так вот, четыре столба, а потом уже между этими столбами еще потом бурил, там уже я сам. Она и так-то за земля гуляет, но если заранее накосячить, то неизвестно, а все остальное я сам делал. Сначала так, потом пришлось, пол утеплил, получился. Стоял дом на четырех дубах, метр в земле, 20 сантиметров над землей, такой столб дубовый. И потом между столбами керанзитовые блоки поставил, заградить, чтобы не так поддувало. А потом уже из керанзита насыпь сделал. Ну, заварено, как его там по-старому называют. Я же ни в штукатурку, ни в бетон, даже без этих. У меня даже на это денег нет, вот, карабата, вот, чтобы был покрасивее. Просто работает, вот, светит, розетка работает, и все. Ну, бывало, вот так вот, сверху, допустим, прибью, вот так вот, да, тут вот, морозный, хоть немножко, вот так вот погляди. Она там сказала, что вниз, вот, да, ну, с потолка до розетки. Мне главное дело светит, а красиво-некрасиво я не вижу. А если я буду, знаете, зацикливаться, мне будет еще дольше просто работать. У меня нету газа. Вот. Вот весь газ. Во. Дрова. И только. Это печка медленного горения. Вот. Здесь эти, ну, как обычно, сандвичи. Вот. А здесь вместо вот этой оголенной трубы вот от бани накопитель, вернее, это, ну, сам котел банный, труба проходит, ну, как самовары раньше были. Вот она, дым из трубы. Вот здесь вода. Здесь вот два шланга. Обратка это. А чтобы как-то задерживать тепло, ну, мы здесь вот, ну, рукомойник у меня, да, вот сейчас вот, сейчас это и вот. Вот. И чтобы как-то задерживать. Это вот активаторная машинка, которая в металлон, да, мне ее отдали. Ну, я не стал вот в металлон ей это сдавать. Я вот от того котла и вот сюда вот я прицепил, вот они эти шланги. И, соответственно, когда топлю ту печку, у меня, во всяком случае, вот тут вот шесть ведер воды, тепло. Она накапливается. Ну, тем не менее, здесь тепло, получается, я потолок грел. Вот, еще одну зиму отзимовал. И все-таки решил ставить, хоть и дрова, газ мне никогда не потянуть. И все-таки решил ставить батареи, потому что, опять же, тепло задерживать, чтобы... Потому что печка прогорит, она вот сейчас, допустим, дай мне дай мне. Может, уже... Нет, еще теплится там. Еще еще там. Вот. А батареи горячие пока еще. То есть все вот. Когда у меня колодец, тут гриза гуляет. Так, оттуда. Сейчас попробую я показать. Вот. И сдвинулись. Потом, правда, поправили, но у меня головная боль была, что делать. Была. И пришлось. А потом из колодца воду в ведро таскать тоже не будешь. Вот он, двойные полы, поэтому вот такая крышка у меня. Вот она. Тут сороковка, потом тут шлаквата протянута. Вот в этой. А здесь тез простой. И вот такая труба, 125 миллиметров, пластмассовая, не ржавеет. Я ее садовым буром, у нас вода близко, 4 метра пробурил. Был проблема, вот его вытаскиваешь, в потолок уперся, приходилось. То есть нижний чаш, чтобы туда не упало, да, вот так вот, а верхний, ну, вот, вытрясешь эту землю и по новой туда. Ну, 4 метра пробурил, короче, у меня сейчас, в принципе, вот у нас глины, ну, вот я сейчас подниму повыше насос, это будет нормально. У меня вот сейчас вода идет, вот так. Сейчас пойдет, вот, до сюда, вот она. Это вот от стиральной машинки, прям вот это, вот она. то есть я могу вот так вот задрать и вон туда наливаю. Не ведра мне с колодца таскать, то есть и зимой уже я вот так вот, да, сколько надо ведер, вот так вот ходить назад, Ну, тем не менее, вот она у меня, пошла вода здесь. То есть, это вот тема закрыта. Крыша Ровная железо, метр двадцать пять ширина, а длина какая угодно. Я здесь брал шесть с половиной, вот такие, шесть кусков и два с половиной куска на терраску. Это очень хорошо, прям затаскиваешь, как рубероид, он прям затащил, раскатал ее саморезами быстро. Это не то, что один лист, там метр на метр, второй к нему, или вот профлист, да, или там, ну, шифер вообще тяжелый, его там пока буш и расколешь, ну, тяжелый он это становится, сейчас хоть надо. Это и дешево, во-первых, вот это, ну, что он там рулон, он же без узоров, без всего этого железа. Это как раз по мне. Как держался? Вот так, на четвереньках, вот так вот, как держался? А, собачий, вон рулетка еще, страховался. Я делал ночью, чтобы никто не видел, чтобы не было, вот так люди и глядели, вот так, да, там как бы. Понравился ролик? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на форум Хаус. И мы всегда рады вашим комментариям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok